...не будет, потому что я хочу, чтобы оставшиеся вот этот сполна закончили оставшиеся нам в том-то минуте. Поэтому, Борис Гринберг, Новосибирск. Идёт, идиот. Посмотрение называется «Возвращение из жопы», да? Сначала я хотел бы прочитать в рекламных целях пару стихотворений из книжки «Настя Риверса», они пропущены уже достаточно давно, в 2008 году. А вот там толстая пиршка, зависит от этого строится. Просто в таких целях какие-то вводы нам там показывают. Одно из циклов «Гиперрибограмма» — это то, что Таня показывала в начале, с одной глазом. Вот такое стихотворение называется «Лишь Иль». Спит переклим и видит тихий мир, Мир диких синих птиц и липких лим, и ничто нет. Давай-ка я другое прочитаю. А? Я лучше другое. Ну не пошло, значит, лучше прочитаю с одной согласными. «Аурацерф» называется. «Я-ярою яры, и рею я уреи, и арию орае, ору я и елею». Попробуем сейчас лишь и спит переклим и видит тихий мир, Мир диких синих птиц и ищет. Да нет, я не могу, что-то сомневаться. Дай мне книжку. А книжку отменишь, давай. У меня же книжка есть, да? Главное, что я, вроде как, пять минут назад улюблюсь знал. Так бывает. Дубль три. Лишь и спит перед ним и видит тихий мир. Мердит их семью птиц и гибких линий, Ни лишних лиц свечи, ни истин, ни причин, Ни лишних линий, лишь тишь. Кипит прилив, прививчив и криклив, Хребит, лишившись пищи, хребит хищник, И жизнь кишит, лишь перекрым, придившим. Спит, перекрым. Спит, перекрым. Ну, неудача как-то сегодня. Мы говорили про такой жанр как автограммы, Ну, то есть, когда он начинается на одну букву. Я когда автограмму написал, Понял, что это один из простейших комбинатодных жанров, И начал как-то уже комбинировать. Вот сейчас прочитаю стих, Тут есть несколько стихов и циклов. В начале циклов фортограмм. А стихотворение называется «Милым моим мещам». То есть, все слова начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву. Так, на всяких случаях они боятся от себя. Буду уж подряд, на всяких случаях. Мельчаем, мельком, мудрствуем, мудрим, Моргаем мозгом, мыслим мягким местом, Мстим мастерам, мешая молодым. Мучим сиям, мимоходом месим, Манкируем миром, мытарствуем, мучим, Моргазм маскируем, молчанием могучим. Ну, театре я не читал эти стихи, поэтому... Тут еще много чего интересного, Но я из этой книжки стихи читать не буду, Я почитаю стихи из следующей книжки, Которой, наверное, никогда уже не выйдет. Вот если это называлось «Ас реверсос», Не скромно, то следующее называется «Будет, вернее не будет, ас, слово «Каосса», То есть еще более не скромно. И в основу книги так же собираются Создать монополиндромы, то есть то, что Такой Болиндром Светлого уже сказал, То есть текст, который читается в фотографиях, Монополиндром — это весь текст попукленно Читается в одну и в другую сторону идентично. «Один силы, пиши, твори, моли в сон, Не вор, космос, ум, карибу, взмыли, Хмарит, дозавит, макет, оргия светил дико, Мик ловите на тропе вред, Телепорда нет, илоги, маки, дрите, Вся игра веха мира за диром хилым, Звуки лакмуса, звуки лакмуса сокровенности На мира втеши, пусть и стена». А вот по линдрому такой коротень. «Стихам, увы, там годами зима, Да дыманы в умах и...» А у нас очень не был Алексей, Я бы упрал эту точку, Сделал за нее полетон, Поэтому, так как упрал, Соответственно, посвящается Алексея Рюджима. «Ода, рода, чак и о себе на небесях, А чада — рада». Скептворение называется «Я-Аз», Название не входит в полиндром. «Я-Аз». Больше, меньше, никого. Родина, равина, гопота, казаки, Лохи, лохи, талибы. Зима голодала, высасывала, Долгами зыбила, Тихо, лихо, лийко. Закат обогарен, а, ран и дорог Окинешь, не меряешь, лобзая. «Козел стоял, рубака, Бос, как собака, Бурлял от слезы. Катя рыдал, Катя падал, Сука рыдал, Кулак ал, Пою разлука. Рома бархат пили, Потиху и ел, Повар досыта и захрабел, И по тихому мохито Бил епарх. Азиаты, Содрав оплелухи, Топили ктах. Рабам оракул Зарю оплакал. У клады – рак, У слада, Пятак. Он только человек пишет, Кхм-кхм, Кхм, Коротенько. Одела, то одело, то лето, тело, то лето Олива да залива дар, гимн особенностям силы Мили в звуки, руку реку взвили, мыли, смят сон Небо сон, игра давила, задавила Сохранила, которая называется «Первая любовь, да» Это, конечно, не будет название «Полидром», потому что у меня в этой книжке есть, ну, не «Первая любовь», написанная от мужского лица, а это как бы от женского лица И мы в двойной назвали «Первая любовь, два» или «Станция «Первая любовь» и «Чернота за» к темноте «В» Стонет не нам, миг облетел, слупандой он, но тебе Нет, сказал, глаза к стене бетонной одна «Плыл, светил, бог иммалендин, отцветом метко, за тон речи» Вялый в око менялый, в око талли, недальний, недальний Не дави жопой ежа, сунули жары пилюлю, июню, июлю, либо ражи, луну сажи, о, пожила день на день, на день Платом ковыля, нема ковыляв «Станция» называется «Хлоп стен», но это входит в ледро Часть в ледро «Кричит колокол окна, дальше мир, пернаты» Потом пополок, тонок, итог, облако, тропоток Окорок корабля, лун, бока, тки Тку, 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 ткутся сон, сон, сон Сень так же махал, поплыл, поплыл по плахам Ждать несносно, снося стук, тук, тук-тук, тик-так Обнулял барокко рококола, то потакал бог от икон От колок опыта не примешь, ладан колок, алокрир чиркнет В туче лимонад, а лаверды болимым, Иногда над гонимыми, лапы древа лаганом, И лечу твариум. В туче лимонад, а сейчас я хотел перейти к другим карпоформам карбинаторным. Таня упоминала французского улитовца Ле Ле Леона. Я папа ее книжки изучал, прочитал сонет этого Ле Ле Леона, который из существительных прилагательных глаголов. В нем жуткий лимонад, не по-французски, а в переводе по-русски, я, соответственно, написал сонет а-ля Ле Ле Леоне. Перезависим он с безсуществительных прилагательных глаголов. Как будто снова там, где все не так, где никого, лишь ты, и то на ощупь. И хорошо хоть, что не на на ощупь, когда не на на ощупь, куда как проще. Все ничего, но если еженочью на все четыре и назад никак, уж лучше сразу назначить. Но пока еще нельзя, я в ней и так не можем. Поскольку все мое и так со мной, или во мне тогда вообще ногой, все то, что вне. Я, впрочем, не всерьез, но явно себя. Возможно, потому, что в ней не по себе, не по кому. Всегда не рада, никогда не поздно. Да, вот насчет тавтограмм, я, как бы, там много всяких разов тавтограмм смешиваю. А вот единственное, одно из изобретений – это место тавтограмма. То есть, совершенно незаметный, вот если бы не обозначать, незаметная, как бы, незаметная форма, смысл в том, что каждая средняя буква слова одна и та в каждой слове. Вот, то есть, я ввязал такое стихотворение, называется «Искомные слова», «Поламес». Ну, то есть, если посчитать, то средняя буква «О», чтобы не заморачиваться, то есть, «Искомные слова», «Искомные слова», «Искомные слова». А, я завожу на музей, вновь любую рифмовать кровь уволю. Строчек надо бы, соловей! Проще надо бы, деловей! Позрослеет , наконец, стихоблёт! Ухожу, поскольку не в проводот мелочей! Вот, наконец, попадёт! Остановится автобус, вот, вот! Вдоль заборов конопля во враньёх Продолжаю бормотать о своем. Валерий Кислов – это питерский поповек, переводчик, ученый и так далее. Мой просто хороший парень. Он написал такой трех букв. Он написал поэму «Кислов» состоит из трех букв. Ну и заразил многих это. Мой является трех букв. Соответственно, она посвящена Валерия Кисловна. Первая строчка была, то есть есть три гидрофа. Был создан как явь или это явь Борис Кринга, потому что лет 30 назад у меня сохранение начиналось с этим словом. Случайно. Да, не задумываюсь. Но просто, когда я услышал эти слова, я услышал, в голове услышал, что у меня уже были трех слов. Поэтому, соответственно, с этих слов начали. И второй прикрыт, что для нас игр, собственно, Валерий Кислов – это его строчек. Был сон, как я или дояль, Был век, как год, как час, как миг. Все, что вне эго, для нас или игра, или эхо. Жгу оба ока, зря, без век. Жили, что дал бог или без, В спитанных делек, как все, ай, ура, как все, Как все гнишею. Жил-был, как пёс. Был бит, вёл бит, как ног, Ну, как все. Моё при мне, там жну, тут сею. Где был мой дом, там дым, там ява, рвы. Сто лет, сто зим, все сны мои про это, Иду под лёг, под раз, два, три, увы. На нет, как нет, тик-так, тик-так, Вся эра, как тик. Как так? Где бог, что дал нам мир, Как хук под дых, Как узы рая ада? Нас нет без пут, без шор, Без вер, без мер. Так дай нам силу, умадай, или ядай. Но решил не останавливаться, Соответственно, ну, прогрессировать это направление, И поэтому я писал Бу-бу-хать жур. То есть, соответственно, из хранения, Которые слова состоят из бух-бу. Называется оно «Ни то, ни чё». Не то он, не то, не то ты, не да, Не до он, не до ню, да ну, ну да, Он ли уж не юн, ты ли, ил же ал, Им бы да на юг, не на юг их ял, Ял да не на юг, осли узли яд, Не на ус, на ум, не ад, от же, а То да сё, яд, юр, сё да то, юр, яд, Ял их не на юг, не на юг их ял. АПЛОДИСМЕНТЫ В своё время, вот в этой книжечке и есть, Я придумал такую форму, называется, Ну, это не то, что придумал, Я разбил метаграмму, называется, Метаграмму – это где в слове меняется одна буква. Ял, соответственно, начал писать стихи, Где во всём стихотворении есть какая-то буква, А в другом, она не надо другую букву. Вот в этой книжке есть метаграмма, Игра и Глаз, соответственно. Я говорю, не буду читать, Купите книжку и прочитайте хорошее стихотворение. Вот, прочитать я попробую очень сложное стихотворение, Оно тоже как бы метаграмма, Но дело в том, что там ничего не меняется. То есть буквы не меняются, А меняются ударения. То есть два стихотворения, То есть, если мы не ставим ударение, Абсолютно одинаковый текст, Не считая завтра, как привинали. Первое стихотворение, То, соответственно, было два стихотворения. Считали? Первое стихотворение называется «Пропасть». Бриду ведом, Знаком, Офором, Сорок минут, Лето, Осени, Дороги, Долги, Потом, Полон, Пристань, Проруби, Окуни. Абсолютно. 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 Пока, Из этой же серии, Пока сидел, В артур, Один из существований, По спальню, Чего-то вообще не получал, И в этой же серии, Придумал стишок, Только такой же. Смысл в том, Что он тоже не совсем, Где-то не микро, Не получается. То есть, В одном стихотворении Будут все слова без мягкого знака, А в другом, Прибавляется, соответственно, Рякий знак. То есть, Это не совсем же такая Полноценная буква. Да? То есть, она просто как бы смягчает Предыдущую. Соответственно, Первое стихотворение, Вот название, Над названием я еще не думаю, Такое, Предварительное название, Вес мест. Сын стал ковя, Снялся от волна, Плод, Горкой и леткой, Год горкой и леткой, Кудя, Кров, Полет. В стихотворении называется Весь месть. Сыть, Сыть, Старь копья, Сняйся, Вольна, Плод, Горькой и леткой, Кудя, Кровь, Молит. Молит. Чем, Чем, Чем занимаюсь в Москве Сипящим аэропортом. Вот. Вообще, На удивление, Самое Популярное стало Мое стихотворение. Ну, вернее, Не на удивление, Благодаря Программе «Что или когда», Где знатоки Радостно Профрукали вопрос Какой-то дамы, Которая шестьдесят Это стихотворение Получило. Смехи с секретом. То есть Смысл в чем? На стыке Читается имя Бомедия. Вот. И Что-то Когда был вопрос Такой, Не знаю, Вы, наверное, услышите? С доверчивостью Юной Гимназистки Она Фандомы Оживляла Ихимеры Добавив хмари Нацвета Ихмельские И безразмерности Вандичные Размеры. Ну, Слышно, да? Марина Светаева Тут Знатоки Не услышали. Ну, А я хотел прочитать еще Секретничный Борис Пастернак, соответственно, Зашел. Те же места И время Собор И Спас Терна Кольцо Начали Мессии Но Тогда Мы Были Теперь Ни Нас Нет Ни Бога Нет Ни России Терна 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 Продолжение следует...